Всем привет! Меня зовут Иван Капелепюк, и я управляющий партнер компании ICG. 14 апреля мы вместе с компанией Bosco Conference проведем Bosco Online Workshop и обсудим важные вопросы для вашего и моего бизнеса. Неужели вирус и карантин страшен бизнесу больше, чем БЭПС? С нами в эфире будут русскоговорящие эксперты стран СНГ и Европы. Уважаемые дамы и господа, добрый день! Я Руслан Бахитов, специалист по международному налогообложению, партнер компании Кровоэкспертиза. Россия собирается менять свои налоговые соглашения с Кипром и другими странами ЕС и поднимать налоговые ставки. Об этом мы поговорим с вами на онлайн-бордшопе, где обсудим все эти вопросы. Здравствуйте! Меня зовут Сергей Нестеренко, я старший советник компании «Филконсалт». Мы уже более 20 лет работаем в области международного налогообложения, создания разного рода структур за рубежом компаний, фондов, трастов. Мы продолжаем работать и сейчас в это, в общем-то, непростое для нас для всех время. И тема моего доклада будет посвящена тому, какое влияние оказывает закрытие границ, связанное с пандемией и связанное с этим ограничением перемещения людей на налоговый статус граждан и компаний. Добрый день! Меня зовут Виктория Фоменко, я партнер юридической фирмы «Интегритис». На вебинаре мы с вами поговорим о перспективах налогообложения доходов иностранных компаний для украинских бенефициаров. В частности, мы обсудим налогообложение инвестиционных доходов украинских бенефициаров в контексте последних изменений. Уважаемые дамы и господа, меня зовут Алексей Мартин, я являюсь соучредителем и президентом швейцарского золотого клуба, так называемого Swiss Gold Club. С вами рассмотрим, как бизнес в Швейцарии справляется с карантином, насколько бизнес застрахован в подобных случаях и рассмотрим конкретные живые примеры из разных сфер индустрии о том, как компании Швейцарии реорганизовывают бизнес-процессы в период карантина. Рассмотрим, какие инструменты проигрывают, какие финансовые инструменты еще не проигрывают, но являются рискованными, а какие даже выигрывают либо выполняют функцию стабилизатора на примере физического золота. В завершении моей презентации я с вами поделюсь актуальными соображениями правительства Швейцарии по планам выхода из карантина. В ходе онлайн-форкшопа у вас будет возможность задавать вопросы, на которые я постараюсь ответить. До встречи в автобусе!